МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан планирует увеличить поставки алкоголя во Вьетнам. Вьетнам является привлекательным рынком для Казахстана. В 2015 году товарооборот между странами составил 205 миллионов долларов. При этом импорт достиг 195 миллионов долларов. Экспорт – 10 миллионов. Основными направлениями импорта из Вьетнама являются электроника, комплектующие компьютера, бытовая техника, текстиль и другая продукция. Казахстан преимущественно экспортирует во Вьетнам металлы, в том числе обработанный свинец и машины. Протяженность платных дорог в республике составит 841 километр. Планируется, что в этом году платными станут участки Астана-Атбасар и Кзаларда-Шимкент. Также в 2015 году в Казахстане построено и реконструировано 399 километров и отремонтировано 1116 километров дорог республиканского значения. В прошлом году работы по строительству и реконструкции автодорог велись на 45 участках протяженностью в 1400 километров. На объектах было мобилизовано более 5500 единиц строительной техники и создано более 10500 рабочих мест. 65% экономики в Залардинской области зависят от добычи нефти, поэтому основным вопросом является сохранение рабочих мест в нефтяных и нефтесервисных компаниях. Нефтяники должны адаптироваться к нынешней ситуации, перепрофилировав свою деятельность в соответствии с рыночным спросом. Наша основная цель – не допустить сокращения рабочих мест, поэтому, возможно, в нынешний сложный период будут сокращены рабочее время и зарплаты рабочих, но не рабочие места. Об этом заявил глава области Крымбек Кушербаев. В Павлодарской области начнут выращивать голландские розы. Теплица расположена рядом с Экибастузской ГРЭС-1, и вся лишняя тепловая энергия, которая просто уходила в окружающую среду, теперь будет подаваться в нее. Помимо этого, в Павлодаре компания строит дома для своих работников. В прошлом году было введено в эксплуатацию 165 тысяч квадратных метров жилья, и несмотря на сложные экономические условия и экономию средств, власти намерены своевременно завершить начатые проекты. Надеемся, в феврале этот дом будет заселен, и они на контроль этот вопрос возьмут, так как у нас в очереди только в области свыше 15 тысяч человек на жилье состоит. Россия поддержит экономику Беларусь, об этом заявил президент Лукашенко. О каких суммах российской поддержки идет речь, Лукашенко не сообщил, и сразу же потребовал подстегнуть работу правительства по освоению связанного китайского финансирования на 7 миллиардов долларов. Лукашенко также коснулся вопроса о новом кредите МВФ. В ходе встреч с Дмитрием Анатольевичем, президентом России, Владимиром Путиным, мы подробнейшим образом обсудили многие проблемы, я об этом скажу. Все, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, по экономике, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России, и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было служено в России, экономике Беларуси. Продажи люксовых автомобилей Lexus и Porsche в России резко выросли. Lexus было продано на 57% больше, чем в январе 2015 года, свыше 1 тысячи штук. Porsche на 60% больше, 311 единиц. Также в январе на 1% выросли продажи Mercedes-Benz до 3 с лишним тысяч машин. Продолжающееся повышение цен, подпитываемое очень слабым рублем, будет оставаться главным вызовом на длинном пути восстановления рынка. В Кыргызстане вступает в силу закон об обязательном страховании жилья. Страховые тарифы утверждены постановлением правительства. 1200 сомов в городской местности и 600 сомов в сельской. Всем гражданам при заключении договора со страховыми компаниями необходимо иметь с собой паспорт и документы на жилье. Согласно данным чиновников, в 2015 году по республике было зарегистрировано 1 миллиона объектов, в том числе квартир и жилых домов. При первоначальном 30% охвате планируется собрать около 300 миллионов сомов. Армения поставила в Россию более 4-8 тонн сыра за две недели. Россельхознадзор с 20 января ввел временное ограничение на поставку в России из Армении ряда сельхозпродукции в связи с нестабильной обстановкой по ящеру и высоким риском заноса этого заболевания на территорию. Временное ограничение не распространяется на рыбу, мясо и молочные продукты, экспортируемые из Армении. К тому же временный запрет будет снят в ближайшее время согласно установленным процедурам. Урожайный год обернулся для российских производителей картофеля проблемой. Фермеры готовятся к ценовым войнам из-за избытка продукта, которую уже некуда девать. С картофелем случилось примерно то же самое, что и с нефтью. Предложение резко превышает спрос, а картошка обесценивается. Склады с обхозов под завязку забиты овощами, как выяснили теперь, никому не нужными. В этом году придется похоронить надежды на диверсификацию, а излишки картофеля хоронить буквально, то есть зарывая обратно в землю. Это быстрее, проще и дешевле, чем утилизировать. Китай впервые покупает фондовую биржу в Америке. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2016 года. Финансовые условия не разглашаются. Чикагская фондовая биржа основана в 1882 году и является одной из старейших в США. На сегодняшний день на ее долю приходится всего 0,46% от общего объема операций с акциями в стране. Фондовый рынок Греции обвалился до уровня 1990 года. В минусе сегодня и другие европейские, а также американские площадки. Агентство отмечает, что европейские фондовые рынки падают на фоне озабоченности по поводу восстановления мировой экономики и, в частности, затягивания процесса по спасению экономики Греции. Накануне снижение зафиксировано и на американском фондовом рынке. Индекс S&P снизился на 3,15%, Dow Jones теряет 2,8%. Nasdaq Composite упал на 2,5% до самого низкого уровня с октября 2014 года. Цены на золото поднялись до 8-месячного максимума, до 1198 долларов 70 центов за унцию. С начала года стоимость золота выросла на 13%, в то время как нефть марки Brent опустилась на 11%, медь на 2%. Существует положительная связь между золотом и нефтью. Золото имеет тенденцию к падению, когда нефть снижается. Аналитики считают, что инвесторы будут продолжать искать финансовое убежище в драгметаллах до тех пор, пока сохраняется неопределенность в отношении глобальных финансовых рынков и мировой экономики. Экономика Италии погибнет без срочных реформ, уверены эксперты. Жизнь Италии внутри еврозоны была крайне неудачной. Страна находилась в рецессии 5 из 8 последних лет. Благодаря карательному регулированию трудового и товарного рынков, страна стала одним из самых дорогих мест в богатом мире для начала нового бизнеса. Налоги и бюрократия не стимулируют успешной компании расти и становиться больше. Почти 70% итальянских рабочих трудятся в компаниях с персоналом менее 50 человек. Доля молодых итальянских рабочих с университетским образованием не превышает 10%. Это один из самых низких показателей в богатом мире. Украина потеряла 80% дохода после разрыва с Россией. Эксперты МВФ в частности отметили серьезное увеличение потерь украинских государственных компаний. Несущие убытки компании, которые не являются коммерчески конкурентоспособными, уже создают задержки по выплатам зарплат и в конечном счете потребуют поддержки в той или иной форме. Дополнительные потери могут быть связаны с падением показателей горнорудной добычи из-за военных действий в районах угольного производства, а также остановки грузовых перевозок и истощением их запасов. Редактор субтитров А.Семкин